МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния, программа события, в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. Трое брянских медиков стали заслуженными врачами Российской Федерации. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Почетного звания удостоились заведующие отделением стационара кожвен-диспансера Мария Азарченкова, заведующие отделением городской больницы номер один Елена Извекова и заведующие отделением кардиодиспансера Анатолий Сафронов. Их наградили за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу. Брянские студенты достойно выступили на национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью АПИЛИМПИКС. Эмоциями от состязания ребята поделились с губернатором Александром Богомазом. Финалистов чемпионата по профмастерству для людей с инвалидностью АПИЛИМПИКС встречала Москва. Конкурс проходит в третий раз. Брянск в состязаниях второй год. Ребята выступили в шести номинациях. Кирпичная кладка, штукатурные работы, портной, веб-дизайн, компьютерные технологии и поварское дело. О своих успехах участники, студенты техникумов, профучилищ и вузов рассказали губернатору за чаепитием. Вы действительно сегодня показали всем, что человек даже с ограниченными возможностями нужен обществу. Он делает такую работу, как и тот, который нету этих ограничений. И делает ее очень классно. И то, что вы представили нашу Брянскую область на чемпионате профессионального мастерства АПИЛИМПИКС, вот и не просто представляли, а еще там завоевали призовые места. Это, конечно же, очень важно. 75 регионов. Борьба серьезная. Но нашим мастерам удалось показать себя достойно на всероссийском уровне. Мы вошли в десятку сильнейших. Достойный результат нашей команды. В дальнейшем мы будем в регионе развивать движение АПИЛИМПИКС, потому что это является эффективным инструментом не только для обучения наших детей, профориентации их в дальнейшем, но и трудоустройства на предприятии Брянской области. Наша команда самая молодая, отметили на встрече. И брянским ребятам приходилось выдерживать натиск опытных конкурсантов. К слову, если за Брянск выступал студент, то в другой команде мог быть человек с 30-летним стажем. Для наших мастеров это огромный опыт. Вы молодцы. Мы вами гордимся. Ну и хочу пожелать, чтобы всегда все у вас были на пятерку, только были победы. Успехов вам, ребята. Самое главное, когда есть на кого равняться. Поэтому в этой жизни вы должны равняться на тех, кто вам дает путевку в жизнь. Удачи вам и перспектив. Спасибо. Ну и в завершении заслуженные награды. Участники конкурса и их наставники получили благодарственные письма и подарки. У губернатора тоже есть памятный, ответный подарок. Вымпел Абилимпикса. Андрей Вамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск. Брянская область в числе лидеров по итогам реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как удалось добиться высоких результатов, журналистам рассказали заместитель губернатора Александр Жигунов, руководитель департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов и генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Виктор Горин. 351 дом. Столько отремонтировали в уходящем году. В перечне работ, ремонт крыши, фасадов, замена коммуникаций и установка приборов учета. По сути, в каждом шестом многоквартирном доме региона сделан тот или иной вид ремонта. Работы стали делать быстрее и качественнее благодаря ужесточению требований к подрядчикам. Отныне недобросовестным компаниям не доверят капитальные ремонты домов. Формировали реестр, в который вошло 86 подрядных организаций, из них 56 строительно-монтажных организаций. И второй этап уже проводится из числа подрядных организаций, включенных в реестр. И только они получают право участвовать в электронных аукционах, уже непосредственно по договору. Учитывая практику предыдущих лет, изменения в российском законодательстве в Брянской области утвердили краткосрочный план на трехлетний период вместо однолетнего, как это было ранее, на 2017-2019 годы. Что позволило уже сегодня готовить документацию на дома, запланированные к ремонту в наступающем году. Это значит, что работы начнутся с приходом весны. В 2018-м рассчитываем к марту месяцу полностью иметь не только проектно-смертную документацию, но и уже определенных подрядчиков. Руководитель профильного департамента особо подчеркнул, фонд работает не на средства собственников, а на субсидию из бюджета. Деньги граждан расходуются исключительно на капремонт жилья. Заместитель губернатора Александр Жигунов отметил, Брянская область по темпам и качеству капремонтов вышла в лидеры в ЦФО и в России в целом. Это подтверждают официальные рейтинги Минстроя. Артемий Маркелов, Владимир Шлободов. События. Брянск. В Брянской области действует 168 ТОСов. Территориальное общественное самоуправление помогает власти обращать внимание на проблемы, которые есть в регионе. Эту тему обсуждали на заседании круглого стола в городской администрации. Территориальные органы самоуправления – часть местного самоуправления. И в том, что ТОСы нужны, сомнений нет. Наш президент Владимир Путин и наш губернатор Брянской области Александр Багомас, они поддерживают это направление, потому что на своих территориях должны управлять территориями наши активные граждане. Кому, как и не нашим горожанам, знать, что должно происходить, что происходит и как лучше это сделать. В то же время ТОС не является в чистом виде общественной самодеятельностью и считается официальным после регистрации. И вот здесь возникает вопрос – делать юридическое лицо или нет? У нас в городе Брянске создано 168 ТОСов, но создание юридического лица только один – белый колодец. На сегодня, да, нормативная законодательная база несовершенна. При создании юридического лица возникает много вопросов и проблем у юридического лица, в том числе и финансовая отчетность перед налоговой инспекцией. Но полноценно существовать и взаимодействовать с властью могут все ТОСы. Тем более, что в бюджете города есть такая статья расходов на них. По итогам круглого стола были предложены рекомендации по созданию ТОСов. Игорь Умаров, Иван Зюрев, События Брянск. Наша коллега Елена Бочкарева стала лучшим журналистом 2017 года. В правительстве Брянской области объявили результаты творческого конкурса среди средств массовой информации. В этом году победителями стали трое сотрудников государственных СМИ. Корреспондент Елена Бочкарева победила в номинации «Культурная среда». Прямо за нашей спиной на месте стадиона «Динамо» находилась щепная площадь, потому что там торговали в царское время щепным материалом. Когда товаром стала сена, ее переименовали в «Сеную площадь». А затем она стала полевой. Елена – корреспондент со стажем. Более 10 лет она работает на телевидении. Свою карьеру Елена начинала на канале «Свое ТВ». Позже стала работать на Брянской губернии. Вела новости культуры, прогноз погоды. Сейчас занимается спецпроектами, снимает сюжеты для программы «События». Елена – автор программы «Брянские улицы», в которой рассказывает о старинных названиях проспектов и площадей города. «Первое это место появилось на городском плане 1791 года. Площадь должна была называться «Хлебной». Проектанты рассчитывали на то, что через овраги сутки хлеб на хлебную площадь пойдет из Карачевского и Трубчевского уездов, а также с Украины». На канале «Брянская губерния» этот проект выходит дважды в неделю. Благодаря архивам Краеведческого музея и музея Тютчева были собраны десятки интереснейших телесюжетов. «Я ставила для себя задачу максимально просто, интересно и динамично рассказать жителям города о родном Брянске, о родных улицах, на которых они живут, но очень часто ничего о них не знают. Но, конечно, была и глобальная задача – это привить интерес к родным местам». В этом году с научно-познавательной программой «Брянские улицы» Елена победила на брянском творческом конкурсе среди журналистов и удостоилась премии губернатора. «Любой проект – это командная работа, поэтому я прежде всего благодарю свою замечательную команду оператора, глазами которого зритель и видит все на экране, то, что мы снимаем. Конечно, специалисты по монтажу. Мне очень повезло, у меня замечательный монтажер, который искал разные эффекты, разные какие-то переходы интересные. И, конечно, награду мы разделим все вместе». Все коллеги поздравляют Елену с победой и желают ей новых творческих успехов. Елизавета Зеленина, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Брянские музыканты Наталья Афонина и Дмитрий Болотин победили на международном музыкальном конкурсе. Напомним, недавно в Брянске прошел 10-й международный конкурс юных пианистов имени Татьяны Николаевой. В нем приняли участие более 50 одаренных детей из России, Украины и Республики Беларусь. Во время торжественного открытия брянским школам искусств вручили сертификаты на 30 новых пианино. В Брянске начали сносить дома на Городищинской горке для расширения дороги. Напомним, городская администрация выкупила земельные участки, на которых располагались 4 дома по улице Бежицкой и еще один дом по улице Городищинской. Сумма сделки почти 25 миллионов рублей. Первыми снесли дома номер 260 и 266. Оставшиеся два строения по Бежицкой и Городищинской обещают убрать в начале 2018 года. Ничего не меняется. Жители частного сектора по улице Куйбышева уже привыкают к опасной дороге. На просьбу установить дополнительные дорожные знаки никто не реагирует. Эту тему мы поднимали летом. Андрей Мамошин выезжал на место и лично убедился, что дорога нуждается во внимании районных властей и инспекторов ГИБДД. Но ВОЗ, что называется, и ныне там. Прошло уже почти полгода, а результата ноль. Люди из частного сектора по улице Куйбышева требуют навести порядок на дороге. Знаки сетуют местные, не отвечают безопасности. Ограничение 40 км в час особо водителей не волнует. Есть лежачий полицейский, один. И этого мало. С этим согласны все, кому приходится каждый день переходить эту дорогу. Напомним наш летний сюжет. Дочка шла, и у девочек чуть не сбили. Они здесь переходили даже по зебре. Летят, бесполезно им даже это самое. Мужчина ехал с коляской, с ребенкой по нашей улице. Вот только прошел туда немножко. И с коляской ехал. Еще не было пешеходного перехода. Ну что думаете, машина? Как она не перевернулась, эта коляска? Люди не выдерживают. На дороге появляются лежачие полицейские. Его установили самостоятельно. Это самоуправство с точки зрения закона. Конечно, его потом спилили. За свои деньги люди рисуют зебру. Ее впоследствии оставят. Хотя тоже вроде бы самоуправство. Не они должны были ее наносить. Мы обращались в ГИБДД. Разъясните ситуацию. Надо жителям Куйбышева дополнительные знаки, светофор или камера видеофиксации. Наш адрес поступило несколько обращений, в том числе коллективные, от жителей улицы Куйбышева, которым было указано, что они считают, что в настоящее время улица не отвечает в полной мере требованиям по безопасности дорожного движения. И необходимо применить ряд дополнительных дорожных знаков, искусственных неровностей, пешеходных переходов. Соответственно, нами были подготовлены данные предложения, направленные органам местного самоправления. Поскольку у нас только орган местного самоправления, согласно федеральному законодательству, отвечает за мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако, жители улицы Куйбышева никаких ответов не получают. К ним мы приехали еще раз, но Валентина Михайловна ничего нового нам не рассказала. Ничего не изменилось. Ничего. Как было, так и есть. Пешеход на фото. Вы у нас вот стоите на перекрестке. Такое. Все дети идут в 11-ю школу. Все. Перехода нет. Понимаете? Нет. И не было, и ничего не сделали. Зато по авариям много новостей. У нас на перекрестке недавно две машины столкнулись, которые ехали по Куйбышевой улице, а вторая машина ехала по Кремлевской. И они вот тут на перекрестке прям столкнулись. В отсутствие тротуара люди продолжают ходить по проезжей части. Детям приходится на свой страх и риск перебегать опасную дорогу. А лихачей не останавливают ни знаки, ни лежачий полицейский. Интересно, сколько времени нужно городским властям еще, чтобы дать хоть какой-то официальный ответ по, казалось бы, простому и понятному вопросу. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск. 20,5 тысяч брянцев не пустят на Новый год за границу. В отношении их вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации из-за долгов. Причем половина из них алименщики. Детям они обязаны выплатить более миллиарда рублей. В Брянске готовятся праздновать 150-летие Володарского района. К юбилею будут приурочены благотворительная акция 150 добрых дел, детский фестиваль фольклорного творчества, пленэры, праздничные вечера, концерты и многое другое. Власти планируют обновить скверы, центральный парк, стадионы и площади возле учреждений культуры. Основные торжества должны пройти в ноябре 2018 года. Именно в конце осени 1868 года гудок первого паровоза, проходившего по новой железной дороге Рига-Орел, возвестил в начале работы станции Привокзальная Слобода. Вокруг нее был построен поселок, который стал крупным промышленным районом областного центра. В Хотинском районе 23 декабря пройдет новогодний фестиваль «Чудо-мобиль». Администрация приглашает всех желающих. 23 декабря в 13.00 на площадь ДК «Железнодорожников» мы приглашаем всех желающих принять участие в новогоднем празднике, который называется «Чудо-мобиль». Мы приглашаем всех, всех желающих со своими автомобилями принять участие в этом празднике. Во время праздника будет конкурс в нескольких номинациях. Это карета «Снегурочки», сани «Деда Мороза», новогодний автопоезд, куда мы приглашаем организации с несколькими машинами принять участие. Что требуется от участников? От участников требуется украсить всевозможными способами свои автомобили. И еще раз мы обращаемся ко всем, кто захочет поучаствовать в нашем конкурсе, не нарушать правила дорожного движения во время движения к нам на выставку, не переоборудовать свои автомобили, а для этого у них будет дополнительно время до начала выставки. В Брянске пройдет фестиваль «Выходи гулять». Городская администрация приглашает горожан посетить парки города и принять участие в праздничных мероприятиях. Открытие фестиваля состоится 15 декабря сразу в трех районах города. В Семеновском сквере в праздничной программе «Новый год» приходит на порог, будет работать благотворительная ярмарка новогодних сувениров. В Пушкинском парке пройдет детская программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а на Московском проспекте во дворе дома номер 154 устроят праздник для малышей. Фестиваль «Выходи гулять» продлится до 7 марта. Будет организовано более 20 праздничных мероприятий. Внимание, конкурс! Украсть к Новому году свой дом, двор, магазин, офис, школу. Присылай фотографии на адрес отдел «Дефис М» в собакамейл.ру. Итоги будут подведены 27 декабря в номинациях «Лучшая елка», «Лучшее оформление фасада здания», «Лучшая новогодняя фото зона», «Конкурс «Зимний Брянск»» проводит комитет по делам молодежи Брянской городской администрации при поддержке нашей телекомпании радиостанции «Дача» и «Лаврадио». Как легко и просто восстановить документы? Достаточно иметь доступ в интернет. Подробности в следующем сюжете. Утеря документов – непредсказуемая ситуация, которая вызывает панику. Что делать, с чего начать, как восстановить? Поможет в этом жителям Брянской области портал Госуслуг. Подробные пошаговые инструкции для восстановления 16 наиболее важных документов помогут собраться с мыслями и оформить получение дубликатов. На портале Госуслуг есть все необходимые бланки и образцы заполнения. Вместо того, чтобы лично обходить все инстанции, изучать стенды и задавать вопросы, достаточно воспользоваться порталом, который сэкономит время и нервы. Гражданский паспорт, документы на машину, водительские права, дипломы, удостоверения и свидетельства. Подать заявку на восстановление этих документов можно прямо из дома, в любое удобное время, без обедов и выходных. С любого устройства с доступом в интернет. Регистрация на портале займет несколько минут, а заявка на восстановление будет передана мгновенно. На госуслугах можно также оплатить госпошлину за переоформление, если воспользоваться банковской картой или электронными деньгами. Сервис предоставит скидку 30%. 16 и 17 декабря в цирке пройдет большая новогодняя ярмарка изделий ручной работы, выполненных мастерами Брянска. Там же будет организована выставка рисунков и изделий подопечных общественной организации родителей детей-инвалидов и членов Всероссийского общества слепых Карины Жаковой. Всех участников ждет большая праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка – все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075 Ты красива, и это просто.